Здравствуйте, дорогие телезрители, я приветствую вас на нашей сегодняшней программе. А вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Тогда мы услышали о том, как саддукеи задали Иисусу странный вопрос и стали вести с ним споры о воскресении, чтобы люди перестали ему верить. Но он ответил им, что в этом плане они глубоко заблуждались. Откуда же эта религиозная группа взяла такую аргументацию? Что говорит нам Библия о воскресении? И какой смысл все это имеет для нас? На эти вопросы вам сейчас ответит пастор Вольфганг Вегерт. В саддукеи были религиозной группой в Израиле, члены которой имели большинство мест в Синедрионе. То есть это было высшее духовенство. Иисус же ответил им, «Хоть вы принесли с собой Писание и ссылаетесь на Него, но вы ужасно заблуждаетесь. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» И в последующих стихах Иисус показывает нам, как ужасно заблуждались саддукеи. Свою историю о семи умерших мужчинах и семежды бездетной и овдовевшей женщине, которая в конце концов тоже умерла, они взяли из верований своих противников фарисеев. Вы должны это знать. У саддукеев была своя точка зрения на религию, и они совсем не верили в воскресенье. Фарисеи же считали иначе. Они верили в воскресенье. Причем их представление о нем было довольно безумным. Они полагали, что жизнь после воскресенья просто продолжится и будет один в один, как на земле. Они были убеждены, что прежние супружеские отношения, которые люди имели на земле, на том свете будут длиться вечно, а матери, отцы и их маленькие дети останутся такими же, какие они были на земле. Фарисеи верили даже в то, что воскресшие окажутся в той же одежде, в которой они умерли. Своими домыслами они сделали процесс воскресения абсурдным. Сами они не слушали Писание и не принимали его во внимание. А вы можете уйти в любом направлении от истины, но именно к этим представлениям фарисеев о воскресенье и обратились саддукеи и стали спорить с Иисусом. И такое ироничное отношение саддукеев к воскресенью можно понять. Ну и действительно, такое богословие превращает воскресенье в какую-то шутку. Ужасно заблуждается всякий, кто думает, что те, кто были младенцами на земле и на небесах останутся младенцами. То есть фарисеи считали, что умершие в младенчестве так и будут на небесах младенцами. Да, они верили в это. И саддукеи решили, основываясь на этих фарисейских верованиях, выставить Иисуса дураком. Да, я в это сам не верю. Я не верю в то, что на небесах. Я не окажусь сразу дедушкой, а моя жена не окажется там сразу бабушкой. Или, например, возможно, вы чьи-то дяди, тети, кузины, кузены, племянники и племянница. Если бы у нас на том свете сохранялся абсолютно такой же статус, какой был на земле, то в некоторых вещах на небесах действительно было бы трудно разобраться. Например, кто будет кому мужем, и тем, кто придумывает такие странные вещи, стоит сказать, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей. Так что же сказано в Библии о воскресении? Иисус объясняет нам, фарисеи, как и саддукеи, не знали Писание и не хотели его знать, потому что о воскресении там сказано совсем другое, нежели та чушь, которую они несли. Если бы они знали Священное Писание, они были бы в курсе, что там довольно определенно предсказывается воскресение из мертвых. Даже если бы саддукеи считали Священным Писанием только Пентатейх, и тогда они бы нашли в нем весть о воскресении. Об этом Иисус сказал в самом конце Своего обращения. Но обо всем по порядку. Сначала Иисус напомнил этим мудрым парням, что мужчины и женщины после воскресения не будут женаты и замужем. А вот что сказано в Евангелии от Марка. «Ибо, когда из мертвых воскреснут, — ответил им Иисус, — тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Это означает, что на том свете не существует таких понятий, как сексуальность, воспроизводство, рождение, семья и смерть. Это религиозное послание являет собой полную противоположность того, что говорят другие религии. Я должен вас разочаровать. Такое Библии неизвестно. На небесах секса нет. Священная и уникальная Библия учит нас тому, что сексуальность, деторождение и семейная жизнь существуют только для этого времени, а не для вечности. На небесах нет такого понятия, как пол. Все мы будем как ангелы небесные. Это не означает, что мы будем ангелами, но мы будем как ангелы. Это означает, что у нас будет слава, чистота, ясность, красота, святость, подобные тем, которыми обладают ангелы. Мы будем такими же бессмертными, вечными и величественными, как они. В своем Евангелии Лука так сформулировал эти слова Иисуса. «Чадо века сего, женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». Мы — это и есть сыны воскресения. Ангелы не умирают, и они не производят потомство. Необходимости для этого есть только на земле. Вот почему Адам и Ева должны были плодиться и размножаться, и заполнить землю своими потомками, как это сказано в БЦИ. Но эти слова не относятся к славе небесной. Для небес это поручение не действует. Здесь, в наше время, на земле, очень важно деторождение. Но при этом мы должны правильно понимать Иисуса. Сексуальность и способность рождать детей — это великий дар нам, от нашего Создателя. благодаря этому дару. У нас есть браки, семьи и поколения. Какое же это благословение для нас! Но оно есть только в наше время на земле, но в том, другом мире. Никто не умирает, и никто не рождается. Там не нужен брак. Каждый из нас там будет совершенен. На небесах нам не нужно будет никого, кто бы нас дополнял. Там мы будем целостными личностями, и нам всего там будет хватать. Мы будем всех там одинаково и совершенно любить. Брак там будет не нужен. Он нужен только в наше время на земле. Но там мы все-таки играем свадьбу. Да, на небесах мы все-таки играем свадьбу, но всего одну. И это свадьба Агнца. Иисус Христос — это жених, и только Он, а Церковь Святых — это Его невеста. Поэтому дети Божьи радуются и прославляют этот союз. Друзья мои, это просто невыразимая словами радость. Это желание быть рядом с Господом. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, блаженно званая на брачную вечерю Агнца. Итак, мы видим, Бог не занимается на небесах тем, что решает, какие женщины принадлежат каким мужчинам. Это все домыслы саддукеев. Для Писания таких проблем не существует. Вот почему Иисус и сказал им, «Вы весьма заблуждаетесь». Саддукеям следовало бы почитать послания Павла, но они были им неизвестны. Но нам при разборе нашей сегодняшней темы очень помогают послания Павла. Я бы даже сказал, что Павел просто фантастическим образом помогает нам, объясняя нам тайну Воскресения. В первом послании Коринфянам он писал, «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут». На этот вопрос ответил сам Павел и, не стесняясь выражениях, назвал задавшего этот вопрос «безрассудным». Возможно, этот человек придерживался фарисейской точки зрения на Воскресение. Ведь он сказал почти то же самое, что и саддукеев в нашем сегодняшнем отрывке. «Безрассудный». То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. Только послушайте. Павел сказал, «Ты сеешь не тело будущее». Ты что-то сеешь, но результат будет совсем иным. Это голое зерно, какое случится, ну, пшеничное или другое какое. Когда вы сеете семя, вы ожидаете собрать урожай, а не снова это семя. Вы скорее ожидаете, что посаженное вами семя сгниет, и затем из него вырастет что-то совершенно иное, что-то новое. То же самое с воскресением тела. Тело умершего хоронят в земле, и оно начинает там гнить, и воскресает человек. Уже не со старым телом, но благодаря Божьим чудесам и силе его тело преображается в нечто новое. И вот какие слова мы можем найти у Павла. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Ну, а сейчас очень важная часть. Сеется тело душевное, то есть плотское тело. Но восстает уже не плотское тело, а духовное тело. Есть тело душевное для земли. Есть тело и духовное для вечности. А это означает, что душевное, плотское тело остается здесь. И вот что говорит Павел далее. А вот что говорю я вам, братья, плоти, кровь не могут наследовать Царствие Божие, поэтому мужчины и женщины не могут создавать там плотских союзов, ведь там у них больше не будет земных тел, у них будут небесные или духовные тела, плоти, кровь. не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует, не тление. Вот почему на небесах и нет сексуальности. Ибо наше тело духовно, наше земное тело принадлежало тому, кто был земным, добавляет Павел, а именно Адаму. Но наше небесное тело будет принадлежать небесному, а именно Иисусу. Наше тело на небесах будет подобно Его телу, а именно в духовном плане. Это будет тело славы, тело вечности. Это будет нечто чудесное. И вот что, дорогие друзья, если кто-то из вас хочет спросить у меня сейчас, так что же станет с моей женой, когда я умру? Пожалуйста, не волнуйтесь по этому поводу. Очень часто другие мужчины говорили мне, а знаешь, Вольфганг, я боюсь, что если я умру, моя жена выйдет замуж за кого-то другого. Похоже, наша плоть хочет, чтобы наши жены оставались с нами и на небесах. Мы не можем представить, как может быть иначе, но чем ближе мы приходим к Богу, чем ближе мы приходим к Его славе, тем больше мы понимаем, что можем больше не беспокоиться о том, что наш муж или жена, оставшиеся на земле, перейдут в другие руки. Нет, на небесах нам дадут славу. Об этом в Писании сказано так. Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Небеса еще прекрасней, чем вы себе это представляли. Но здесь, на земле, тоже прекрасно. Поэтому наслаждайтесь теми дарами, которые Бог послал вам здесь. Радуйтесь, что у вас такая хорошая жена. Радуйтесь, что у вас такой замечательный муж. Любите ваших детей, благословляйте вашу семью. Но послушайте, наступит время, и этого времени будет целая вечность, когда все станет еще прекраснее, гораздо прекраснее, чем вы себе это представляли. Во имя Иисуса, и все это благодаря Духу Святому. Именно об этом и говорил Иисус. Но мы еще не закончили. Разумеется, саддукеем были неизвестны послания Павла. Однако Иисус показал им, что весть о воскресении можно найти в первых пяти книгах Моисея. Но как он это сделал? Вы помните, они верили только в пятикнижие Моисея и говорили, в пятикнижие Моисея, в нашей Библии нет ни слова о воскресении из мертвых, поэтому мы в это не верим. Но тут пришел Иисус и сказал им, друзья мои, хочу вам кое-что показать. И что же он им показал? Показал, что в пятикнижии Моисея все-таки сказано о воскресении из мертвых. Но как именно он им это показал? Он им сказал о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Ссылаясь на то, как Бог явился Моисею в виде неопалимой купины, он показал им, что о воскресении сказано и в пятикнижии Моисея. Обратите внимание на слова, которые Бог выкрикнул Моисею из горящего куста. Он сказал, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Согласно вере Саддукеев, Бог должен был сказать, «Я был Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова». Ибо во времена Моисея эти три отца церкви, Авраам, Исаак, Иаков, уже были мертвы, и по верованиям Саддукеев их просто уже не существовало. Исус же им все объяснил. Да, эти три отца церкви уже умерли, но, друзья мои, они все-таки живы. Когда Бог говорил с Моисеем в образе горящего куста, он сказал не так, «Я был их Богом». Он сказал, «Я все еще их Бог». Да, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, поскольку они, несмотря на свою смерть, продолжают жить. Бог в образе неопалимой купины сказал Моисею, «Я все еще Бог Авраама, Исаака и Иакова». Если бы Бог говорил о мертвых и говорил, что он был их Богом, тогда он был бы Богом мертвых, тогда он был бы Богом трупов, но Иисус очень ясно восклицает, «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Вы услышали сейчас эти слова? «У Бога нет мертвых». Да, у Бога нет мертвых. С Ним только живые, ибо даже мертвые у Него живые. Слава Богу! Только послушайте эти слова и поймите их сердцем. У Бога нет умерших. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня». Если и умрет, а живет. Мертвые, верившие в Иисуса, продолжают верить в Него, и они живы. Аллилуйя! Аллилуйя! Послушайте, Саддукии, Бог ни разум, не Бог мертвых. Ваша вера ошибочна. Вы верите в Бога, у Которого есть мертвые, но наш Бог — это не Бог мертвых, Он Бог живых. Поэтому, говоря об умерших, Аврааме, Исааке, Иакове, он в образе неопалимой купины сказал Моисею, «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Ведь правда, это замечательно. Я тоже считаю, что это замечательно. Аллилуйя! Я считаю, что это просто великолепно. И послушайте, дорогие Саддукеи, об этом сказано не только в Псалтере, и не только в книге какого-то пророка. Об этом сказано не только в Новом Завете. Об этом сказано и в вашем пятикнижии Моисея, на котором основана ваша вера. Да, там говорится о воскресении. Это учение старо как Библия, и даже старше ее просто вы не знаете Писания. А вот что сказал им Иисус. Когда Иисус вернется, произойдет воскресение из мертвых. И если мы не останемся до Вознесения, дорогие друзья, все мы, каждый из нас, переживет воскресение из мертвых. Одних это воскресение приведет к жизни, а других к суду. Этими словами Иисус разоружил Саддукеев, и они ушли прочь, но ненависть к Иисусу осталась, и она росла. И последнее. Что же нам делать с учением о воскресении? Наша жизнь не заканчивается смертью. В нашем сегодняшнем отрывке мы можем видеть, как прекрасно Иисус доказал то, во что Он верил. Иисус верил в то, что сказано в Ветхом Завете. А еще Он верил в воскресение. Кстати, за пару дней до этого Он воскресил Лазаря из мертвых. И как после этого Он не мог верить в воскресение из мертвых? Ну, свои доказательства Иисус всегда основывал на книгах Ветхого Завета. То есть, все началось еще со времен Моисея, и тут мы видим, во что верил Иисус. Я тоже хочу верить в то, во что верил Он. А вы? Я тоже хочу верить в то, во что верил Он. Наше тело, подобное семени, поместят в землю. Наше тело умрет, но потом оно воскреснет и вернется преобразованным. Итак, мы всегда будем с Господом Духом, Душой и Телом. Тогда мы будем совершенны, и наша любовь друг к другу станет совершенной. Мы будем совершенны и в служении, и в любви к Богу. Мы будем совершенны в признании, служении, покорности. У нас будет неуменьшенная радость. Радость во всем своем изобилии. Все наше желание будет касаться только Иисуса, и мы ни в чем не будем нуждаться. Мы больше никогда не вздохнем тяжело. Сегодня утром мне как раз сказали, как же ты тяжело вздыхаешь. Похоже, я старею. А, не берите в голову. Ничего. Вы больше не будете тяжело дышать. Вы больше никогда не будете волноваться и больше не будете уставать или грустить. Вам больше никогда не будет скучно. Мы никогда не будем чем-то разочарованы или удручены. Будет только чистая радость и благодать. А вот что Павел писал филипийцам о воскресении. Наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе всем. Именно об этом и хотел Иисус рассказать саддукеем. Но они вряд ли в это поверили. И мы знаем, что через несколько лет они были истреблены вместе с разрушением храма. А последователи Иисуса живут и по сей день. Саддукеи своим вопросом о семи мужчинах и женщине хотели выставить Иисуса на всеобщее посмешище. Они спросили Его, кто кому будет принадлежать в такой ситуации. Но это был какой-то полный бред. Дорогие мои друзья, если вы используете сказанное в Библии, чтобы сочинять какие-то шутки и смеяться над сказанным там, я прошу вас, прекратите. Вы слышали, что в итоге стало саддукеями? Они хотели посмеяться над учением Иисуса о воскресении. Они хотели выставить Его глупцом. И вот, что я вам скажу. Такое неверие когда-нибудь пройдет, а вера выстоит во имя Иисуса. Аминь. Вот чему мы радуемся от всего сердца? Последователи Иисуса живы сегодня. Не смейтесь над Богом. Не смейтесь над Библией. Не стоит озвучивать всякие глупые фантазии и проделывать различные махинации. Лучше читайте Библию, изучайте ее и пытайтесь ее понять и познать, что такое истина. Смирите себя, примите Иисуса Христа, уповайте на Слово Божие, и вы спасетесь, когда этого спаслось много тысяч. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.